Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Игорь Чи, меня зовут Игорь, значит, смотрите, я недавно, вот, буквально сегодня наткнулся на один проект, это, ну, это, в общем, отдельный, отдельный сюжет, отдельная игра, или же просто модификация для игры Portal, а называется Portal Galileo, то есть, смотрите, ребят, А, значит, давайте представим, вот, тогда, вот, прошлое, вот, допустим, смотрите, вот, вы, допустим, играли, вот, в Portal раньше, да, в Portal первую часть, вот, ну, и помните, наверное, ещё ту передачу по СТС, которая шла ещё давно-давно, 10 лет назад, она называется Galileo, вот, и, короче, я откнулся недавно на, короче, тизер и трейлер, в общем, вот, и, короче, вот, смотрите, и, в общем, смотрите, в общем, и, короче, решили, в общем, разработчики, там, 10 разработчиков, короче, разрабатывают новую модификацию, Portal Galileo называется, то есть, это популярная, легендарная телепередача, вот, скрестилась с популярной компьютерной игрой, вот, теперь, мы сейчас посмотрим трейлер, вот, смотрите, вот, тут даже написано, тут даже есть, разные, вот, такие, вот, новости про игры, вот, тут написано, типа, Гладус или Гладус заменили на Пушно, вышел трейлер мода, эээ, Глинео для Порта, логари представляли модификацию Порта Глинео, в озвучке его участвовал Александр Пушно, который ранее вёл познавательную передачу Глинео, Публикуется сохранение орфографии и пунктуации источника, Супер, если вы фанатите передачи Глинео в игре Порта, то невольно задумываясь, как бы здорово было их соединить, ну, что ж, это произошло, это мод заменяет репетитор Гладус или Гладус на фразу Пушно, у меня текстуру, музыку и многое другое, Возникация добавляет сюжетную линию, основная передачка, в своё игроком выбирает робот, в него написано цифровую, кривую, 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 кривую. Озаботку ведут более десятки, а, более десятки, наверно, может там 15-14 сидят озаботчиков на этом проекте, вот, ну, значит, смотрите, вот, Вот, как раз даже сам трейлер есть, вот, ну, и тут так же всё написано, там просто Аперчусант замени на логотип Голье, ну, там, может быть, какие-то другие камеры, испытания будут, ну, то есть там много чего интересного будет. Ладно, хорошо, здесь тоже вот данный момент у нас свапер. Ну, пока эта модификация ещё не вышла, но можно пока посмотреть трейлер. Тут есть просто тизер, которым оригинальный портал, заменённый, там, просто логотип Аперчусант на Галилео, логотип его, той передачи, и там просто реплики Пушнова вместо Гладос. Это просто оригинальные камеры портала. Вот, ну, вот уже как раз сам результат, что они разработчики разрабатываются. Вот, давайте мы пролистаем вот далее. Это, насколько я вижу, давайте мы сейчас лучше сначала посмотрим трейлер. Смотрите, в оригинале эта заставка Valve была, но здесь заменили надпись, и вместо того мужичка с серебристой головой, на которого был этот кран, как бы, понаделан, Теперь тут вместо серебристой головы, пушной. Довольно красиво, в принципе. Вот, смотрите, видите, тут обстановка немножко по-другому. Раз, два, три, тут у нас свет включился, да? О, смотрите. Это пробуждение, вот, значит. Если честно, ещё есть какое пожелание к данному, ну, я не знаю, моду, модификации, чтобы разработчики, то есть, некоторых испытательных камер добавляли радио в каких-нибудь, я не знаю, пасхалках, чтобы там играла такая песня пушного, ну, типа, что больше всего на свете волнует лидия в интернет. Ну, почему я, как бы, ну, вы, наверное, уже знаете эту песню, пушно. Ну, он, ну, вообще, не только телеведущий был музыкантом, вот. Посмотрим дальше. Правда, озвучивает здесь только уже пушной, ну, не тот, как бы, как, он, Борис, который озвучивал всякие предметы, вот, там, видео, всё такое, то, что рассказывали там. Комментирует всё вот это вот в игре модификации пушной только. Вот, смотрите. Тут у нас, получается, обстановка какая-то другая. Здесь у нас текстуры, вот эти вот, по-моему, взятые из притча Стэнли, Стэнли Парабелл, да? Вот, они здесь. Ну, вот, которые белые, оранжевые, вот. Здесь у нас, получается, как раз сам логотип Галилео. Вот, здесь у нас, получается, уже вот эти вот, те самые, с той самой передачи, вот эти вот белые, и с окнами вот эти вот штучки, какая-то вешалка, по-моему, и сама крас-кровать пробуждения. Итак, что у нас дальше? А-а-а, давайте посмотрим. Добро пожаловать в экспериментальный центр при лаборатории Галилео. Ага. Раньше мы были просто телепередачей, а... Ну, конечно, а сейчас... Теперь мы целая лаборатория. И, как вы можете заметить, здесь... А-а-а... Ну, блин, я случайно желтым нарисовалась, если... Чтобы вы видели. Вот здесь вот у нас уже не логотипы про Чу Сайенс, как в оригинале, а тут уже логотип Галилео. И, кстати, насчёт этих текстур, они, наверное, не только в The Stanley Parable использовались, наверное, ещё и в других играх. Ну, что у нас дальше? И это рубрика Эксперименты! И сегодня эксперименты мы будем делать над вами. Да, это и есть, в принципе, телепередача, как будто... Вот, допустим, действия модификации разворачиваются в 2022-м или в 2024-м, ну, или в каком-нибудь году, который там вот, допустим, всё равно это и есть телепередача, просто она камера как бы за самой целой лабораторией телепередача как была, так она остаётся всё ещё. То есть, она, типа, как бы вернулась, только уже скрестилась вместе с популярной игрой Portal, да? И она, то есть, вошла, то есть, типа, представьте, вот, Эпер Чусанс продала свою лабораторию российской передачи Галилео, да? Получается, сюжет такой модификации, я так могу предположить, да? Вот, а там стоят камеры, получается, как мы сейчас вот на фото видели, вот, на скриншотах, и получается, что как раз выбрали рандомно испытуемого в этой лаборатории. Тут, наверное, уже не... Это, ну... Не главная героиня, Каролайн, Винчел, как там её называют, та главная испытуемая из оригинала. Тут, наверное, уже другой кто-то будет, да? Я так понимаю. Ну, давайте продолжим дальше. А теги можете обратить внимание, значит. Тут вообще повсюду написано Галилео, то есть ни одной надписи, я про Чусанс, нету. Место синего цвета, жёлтый. Это камера испытаний вторая, по-моему, где мы получаем синюю портальную пушку. Ну, здесь повсюду логотипы Галилео. А, тут у нас, вот смотрите, тут у нас таблички уже какие-то русские, да, получается. То есть, типа, решили отклеить оригинальные таблички от тех сотрудников той американской лаборатории, которые продали её этим, то есть, как бы, пушну. Ну, короче, руководство СТС, допустим, протестанта, да? И здесь они поклеили себе вот эти вот таблички. Тут написано, осторожно, спёртый воздух, опасность, ты сотрудник, если нет, то уходи. Ой, тогда продолжим. И тут тоже, можете обратить внимание, тоже всё жёлтое. И тут тоже Галилео. То есть, я уже в последний раз говорю, что здесь всё будет вместо логотипов. Эппер Чесанс только один и тот самый логотип Галилео, получается, да? Дальше. Эту песню я уже давным-давно слышал. Вот. И вот эту вот остальную половину я не видела, только вот это вот начало видел. Вот, даже можете на диске обратить внимание. Осторожно, может сплющить вот эта вот табличка. Это, получается, побег от пушного. То есть, типа, получается, вместо Гладус повсюду пушной. То есть, он тоже выгается, что, типа, мы в концерт во время побега Ихороший человек, мы сами это всё понимаем, правда? Тоже, типа, ссорится. То, что он, типа, придёт, там, типа, нам даст тортик. Ну, или уже что-то другое, да? Получается, давайте дальше посмотрим. А тут вот ещё одна табличка. Не влезай, убьёт. Ничего себе. Так, дальше. Вот, смотрите, видите? Вот. Это была заставка, как раз, типа, Портал Дарьев, да? Дальше, что у нас идёт? А-а-а. Дальше. И это ещё не всё, кстати говоря. Тут какие-то пасхалки будут, да? Давайте посмотрим. Понятно, что. А-а-а. Тут написано. Принято. Чего? 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 Ладно. Песни как-то. Вот, да-да-да, кстати, обратите внимание, вот. Текст той самой песни. Вот это вот как раз основная её фраза. Пуснова. Дальше, что у нас идёт? А здесь написано. Не курить, а, возможно, взрыв газа. Очень смешно. Ещё какая-то надпись. Ну, и основная тут ладошки у нас идёт. Всё. Получается всё. Хорошо. Есть, если что, группа ВКонтакте. Вот этого вот, собственно говоря, мода. Так. Вот как раз страница данного мода. Модификация. Вот на этом вот сайте. Мод. ДБ. И как он правильно читается, звучит. Давайте посмотрим, что дальше у нас на фото. Здесь у нас там была камера. Так, это мы сейчас уже видели. Вот. Начальное, как бы. Начало, вот. Пробуждение. А дальше что у нас? Ну, тут много чего помененного, скорее всего, будет. Просто камеры поменять. Может, немножко усложняться. Тут видно у нас тоже монитор. Дальше. Куб. Ну, в общем, тут только камеры. То есть, тут ремонт сделан, получается, да? И вот камера вот эта, да? Дальше у нас это камера 0.1. Ну, всё. Больше мы ничего узнать не можем. Ну, тогда давайте к следующей странице перейдём. Вот. Модификация, визуяющая порта, у нас ещё на фоняную передачу. Греба может выйти в Steam. А она ещё в Steam может выйти. Ничего себе. Ну, я могу как-нибудь купить себе, как бы, как-то сказать, лицензионный портал Steam, потому что у меня, как бы у меня он был, просто один аккаунт у меня был, давнейший. Его взломали, забрали, в общем, украли. Портал, там, как раз первая часть была. Множество карт на втором портале. Вот. И, короче, теперь, я не знаю, ну, буду перепокупать. Виноват во всём один человек, на котором мы уже заявление написали. Я уже узнал, кто это был. Вот. Ну, если хотите, в комментариях напишите, кто мой аккаунт в Steam украл. То есть я скину на него страницу ВКонтакте, ссылочку. Вот. Поверьте, вот. Автоматификация порта... А, да, даже Valve одобрила аппликацию порта Steam. Интересно. Ещё нужно это будет, наверное, СТС тут угодить руководство. Так, дальше, что у нас? Прят, наградство учили. Ну, они дали полное добро. Господи, вот это да. Да, вот, 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 вот. Из-за его действия, вот, на телевидении, когда звучит музыканты, шоу-минтов, вот. А с 2007 по 2013 год было, было Гаррия, а с 14 до 15 было мега Гаррия. Ну, я помню, вот, выхода модификации пока неизвеста, но это может быть, либо в августе. Ну, можете снять тебя примем и посмотрим. Смотрите, как они быстро делают. Ну, там сотрудников больше 10. Ну, разработчиков имеется в виду, вот. Значит, смотрите, у нас тоже тут есть скриншоты, но мы уже их увидели. А, ну, давайте дальше посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас больше ничего нет, донаторы. А, здесь... А, значит, смотрите, тут даже можно подонатить, да, получается. Здесь. А, ну, хорошо, это понятно. Кто-то уже, да? Ну, значит, хорошо. Кто-то будет разработчиков нанимать. Ну, это нам понятно. Хорошо, тогда. Я всё уже, в принципе, разобрался. Уже что-то есть. Ну, хорошо, тогда буду, я не знаю, заканчивать. Ну, трейлер уже разобрали, посмотрели. Собственно говоря, я думаю, что эта модификация будет очень, в принципе, довольно хорошей. Будет, наверное, как раз действительно, может, там, каким-нибудь испытанием будут дополнительные. Но это мы как-нибудь узнаем. Ну, тогда на этом всё. С вами был Игорь Че. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, делитесь с друзьями, нажимайте на колокольчик, чтобы не повысить новые видосики. Ну, на этом всё. Ещё раз спасибо. Всем удачи, всем пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»